Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И сейчас у меня между занятиями пока небольшая пауза, окно, я решил вместе с вами поговорить, пообщаться и затронуть такой важный нюанс, как ответ на вопрос, почему некоторые музыканты, ученики достигают результатов в игре на гитаре, так как мы с вами гитаристы, эту тему затронем, хотя я уверен, что те аспекты, которые я сейчас буду озвучивать, они относятся к любой другой сфере в нашей жизни. Так вот, почему некоторые достигают результатов, а некоторые результатов не достигают, хотя могли бы вполне, потому что всеми необходимыми задатками и потенциалом обладают. Первая причина, почему не достигают результатов, потому что хотят быстрых результатов. Люди думают, что сейчас они взяли гитару, купили или у кого-то одоложили, лучше, конечно, покупать, иметь свою гитару, потому что, когда вы заплатили деньги и приобрели инструмент, у вас, как правило, больше мотива заниматься на гитаре. Так вот, гитару купили и думают, что сейчас один аккорд, второй раз, 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 а дело не идет. На самом деле, вот так вот раз, раз быстро не бывает. Необходимо для того, чтобы достичь определенных результатов, время заниматься, и с течением времени навыки будут возрастать. Вторая причина, почему не достигают результатов. Это потому, что думают, что малыми усилиями получат большие успехи. Такого тоже не бывает. Для того, чтобы у вас были результаты, чтобы были успехи, необходимо вкладывать достаточные усилия. Не по 15 минут в день играть или не по 5 минут, а хотя бы от получаса и выше. Можно час играть, в два захода, утром полчаса, вечером полчаса, как минимум. И тогда с течением времени тоже будут появляться успехи. Следующий момент. Результатов не бывает у тех, кто ищет бесплатных материалов. Очень много почему-то на постсоветском пространстве халявщиков. Наверное, привыкли, что школа бесплатна, музыкалка там копейки какие-то в советские времена строилась. Сейчас я не знаю, сколько стоит в России. И все привыкли бесплатно, бесплатно, бесплатно. И думают, что будет результат. Не будет результата, потому что вы не отдаете. Это закон такой, мы сейчас глубоко не будем копать. Но на самом деле для того, чтобы что-то получить, необходимо что-то посеять. Следующий момент. Результатов не бывает у тех, кто пользуется обрывочными знаниями. Отсюда подчеркнул, оттуда подчеркнул, там схватил. И вот такое вот и получается практика. Отсюда, отсюда нахватал, а в итоге что-то сыграть, кусочек из этой песни, кусочек из того, где-то там разбор посмотрел, где-то тут что-то у кого-то перехватил. А чтобы сесть и исполнить в кругу друзей или даже для себя какую-либо композицию, от начала до конца исполнить достойно, нет. Обрывочные знания. И еще бессистемные занятия. Тоже не будет результата. Необходимо заниматься системно, последовательно. И в частности для этого нужен репетитор. Человек, который знает, что за чем следует изучать, с чего начинать, к чему двигаться, от чего отталкиваться, чтобы перейти на следующую ступень, какие упражнения поиграть, какие навыки подтянуть, какие пассажи пройти и так далее и тому подобное. И в заключении этого видео я хочу отметить несколько аспектов, которые действительно приводят к результату. Первое. Это терпение. Необходимо запастись терпением на месяцы и, возможно, годы для того, чтобы вы освоили навыки и в совершенстве могли исполнять композиции. Следующий момент. Практика приносит плоды. Необходимо практиковаться, практиковаться, практиковаться. Без практики у вас не будет результатов. Это то же самое, что с иностранным языком. Если вы не практикуете иностранный язык, вы на нем не сможете говорить. Следующий момент. Обязательно необходимо прикладывать ваши личные усилия, выраженные как в материальном плане, так и в вашем временном и физическом плане. Вы тратите свое время, вы тратите свои финансы, вы тратите свои силы и только после этого получаете результат. Последовательность тоже приносит свои плоды. Необходимо двигаться последовательно от простого к сложному, от сложного к еще более сложному и так далее и тому подобное. Многие начинают изучать игру на гитаре самостоятельно, с тех произведений, которые им нравятся. Некоторым даже в голову не приходит, что эти произведения, они достаточно сложные и серьезные и сходу их сыграть сможет, может быть, какой-либо профессионал. А гитарист среднего уровня даже их не осилит. Ну, думаю, что раз мне песня эта нравится, значит с нее начну. И в итоге ничего не получается, разочаровываются гитару в сторону и предаются в ее мечту. И в заключении еще один важный момент, который я обозначил как менторство. Что такое менторство? Вы не задумывались, почему у всех олимпийских чемпионов есть свои тренера, свои наставники? Ведь олимпийский чемпион уже профессионал. Он кого угодно сам может натренировать, сказать, какие упражнения необходимо выполнять, как необходимо тренироваться или репетировать в нашем случае. Но у него есть свой наставник. Подумайте об этом, я больше эту мысль развивать не буду. Надеюсь, что мы с вами интеллектуально развитые люди и все сами прекрасно понимаем. На этом я хочу это видео закончить, потому что у меня время подходит к следующему занятию. И прощаюсь с вами, желаю всего самого наилучшего. Пока-пока, достигайте результатов. Продолжение следует...